И как правильно я сделала? Внизу просто мой адрес, а сверху-то ничего. И вот именно так и надо было открывать всё кверх. Ногами бы было иначе. Короче, каждого косметического средства. А ручкам будет хорошо. Но после этого надо будет ещё использовать клеймик для рук, чтобы ручкам было совсем хорошо. Это отсылка к моим двум предыдущим видео из плейлиста Багздрав. Но вот я уже у них использовала. Это что у нас такое? Это, кстати, косметика Пробиодерм. Это тоже производство Багздрав. Багздрав производит закваски. Смотрите. На которых можно делать йогурт, кефир, вяженку. В общем, множество кисломолочных продуктов. А также ещё косметическая линия у них есть. Пробиодерм. Пробиодерм. Номер 13. 50 мл. Конечно, возможно, для кого-то это будет дороговато. Он 470 рублей сейчас стоит. Вообще он подорожал за два года всего лишь на 120 рублей. В отличие от других фирм. Но чуть позже, если ты досмотришь это видео до конца, то я тебе объясню, как пользоваться вообще этим промокодом. У тебя будет скидочка 10% на выбранное тобой средство на всю корзину. Очень экономичный, нежный скрабик. Я его помню ещё по тем временам, когда он у меня года два назад был. Во-первых, нежный. Во-вторых, у меня стабильная такая проблема. Вот здесь, если я поздно ложусь или рано встаю. Ну, в общем, если я не высыпаюсь, то у меня из-за очков вот здесь вот такие шершавые кусочки кожи появляются. И совсем чуть-чуть нужно, чтобы вспенить, промыть. И после умывания кожа очень нежная практически, как у ребёнка. И мне он очень нравится. Вот. Тут совсем чуть-чуть. Ты будешь первым открывателем. Смотри, вот сколько всего. Очень правда, он классный. Мне он очень нравится. Я специально его выбрала. Я тебе советую, если вот у тебя нежная кожа. И он ближе, наверное, даже к такому пилингу, чем вот бывает, знаешь, гамажик такой. Или скрабик такой, что-то жёсткое. Это очень нежное, очень классное. Способ применения. На предварительно увлажнённую водой кожу нанести скраб. И на протяжении до двух минут аккуратно, круговыми движениями массировать кожу. Рекомендованные линии направления движений. Середина лба, виски. Середина подбородка, мочки ушей. Смыть скраб тёплой водой и нанести увлажняющий крем. И состав у нас вода, дистиллированное масло фукуса, масло ламинария, масло кукурузное, пчелиный воск. Лизат пропионобактерий, пропиолиз, растительный грицелин, витамин В5, эмульгатор СЕПФ, растительное происхождение, антиоксидант витамин Е, оливьем 1000, консервант, который подходит для эко-косметики, зелёной косметики. Парфюмерная композиция, органическая скрабирующая частицы и молочная кислота. Срок годности 9 месяцев. И сделан он у нас 14 февраля. Не содержит сульфатов, парабенов и ГМО. После вскрытия он тоже живёт 9 месяцев. В общем, он очень экономичный. И за 9 месяцев его надо постараться использовать. Но на самом деле, если пользоваться утром и вечером, допустим, да даже просто утром, или просто даже местечковое, я иногда специально именно под глазами мажу, скрабиком каким-нибудь и смываю. На данный момент у меня скрабика нет, но теперь будет. В общем, очень отличное средство. И я тебе его советую. Мне нравится у компании Багдраф и крем для рук. Я пробовала не один раз. И крем для ног тоже очень экономичный. Буквально там пара таких вот пшиков. И ножки увлажнились, и ручки увлажнились. И там довольно большой ассортимент. Ну, что у нас тут? Каждый стик. Закваска ацидофилин. На каждой коробочке есть инструкция по применению. И внутри ещё бумажечка с инструкцией по применению. Если ты смотрел мои предыдущие ролики про Багдраф, то ты уже знаешь, что я готовила медленноварки. А также готовила просто обычным путём. Вот если нет никакой техники, там, на батарейке, допустим, тёпленькой, подержать. Главное, чтобы температура батарейки была не более 42 градусов. Но в этот раз я приобрела себе йогуртницу Дельта, которую обозревала совсем недавно. В предыдущем, можно сказать, ролике. Возможно, ты его даже видел. И вот именно на заквасках Багдраф я хочу её обновить. Процесс приготовления я обязательно тебе запишу. Это тоже будет в этом видео. Так что, пожалуйста, досмотри до конца. Инструкция содержит не только что и как делать, но и сам ассортимент. Описание свойства готовых пробиотических продуктов на заквасках Багдраф. Кстати, на самом сайте Багдраф можно заказать даже уже готовые кефирчики или йогурты. Но это если вот ты живёшь недалеко, допустим, от Москвы. Опять же, если используешь мой промокод «Айва Фарыва», то получишь 10% успеху. Срок годности при температуре не выше минус 12 градусов 24 месяца. Или 9 месяцев при температуре не выше плюс 6 градусов. То бишь, их нужно будет хранить на дверях в холодильнике. И каждый стик вот такой закваски рассчитан на 1 или 3 литра. От 1 до 3 литров. Но даже если ты делаешь на 3 литра или всего лишь на 1, консистенция при правильном изготовлении будет одинаково плотная. Налить в ёмкость 1-3 литра кипячёного или перстерилизованного молока, температуру 37, максимум 45 градусов, перемешивая. Перемешивая, добавить закваску до полного растворения. Молочную смесь поставить в йогуртницу при температуре 37-45 градусов на 6-8 часов. После сквашивания продукта охладить в холодильнике не менее 2 часов. Хранить готовый продукт не более 3 суток. Ну, в принципе, как обычный нормальный кефир. Интересно знать. Первое заселение микроорганизмами происходит в момент продвижения ребёнка по родовым путям. Для формирования здоровой микрофлоры у ребёнка важно поддерживать нормальный бактериальный состав у матери. Вот. Если вы вдруг в положении, то вам такая штучка очень подойдёт. Всё довольно просто. Либо же вы можете просто ткнуться на ссылочку в инфобоксе, пойти по ней, и уже не нужно будет вводить промокод. В корзине всё автоматом пересчитается. Выбор доставки. Самовывоз. Другие населённые пункты. Я решила, как тоже, наверное, понял зритель, приготовить мацони. У меня тут инструкция по применению от Дельты. Как написано для Дельты и вообще информация от Богдан. У нас тут есть кухонный кулинарный термометр. На коробочке написано, что и как делать. И сейчас я сначала скипячу молоко. Несмотря на то, что оно постерилизованное, советуется всё-таки сначала его скипятить, потом охладить, дождусь, когда оно дойдёт до температуры максимум 45 градусов. И уже добавлю закваску. Йогуртницу я поставила на стол, потому что так мне будет более удобно. Её нельзя сдвигать во весь процесс приготовления. А так как ты знаешь, что у меня есть кошка, которая может везде полазать, то это самый оптимальный вариант. Теперь просто осталось немножко подождать, когда оно охладится до нужной температуры. Тут практически уже дошло до нужной температуры. И сейчас я добавлю закваску. И сейчас я добавлю закваску. Напомню, всё должно быть стерильное. Если делаете в стеклянных баночках, маленькой, если допустим, йогуртницы более плоской, то их надо будет постерилизовать. Закрываем крышечкой. Вот я уже поставила контейнер в йогуртницу. Сейчас закрою крышкой, включу в розетку и нажму на кнопочку. Огонёк загорелся. Ну и по инструкции, если именно в этой делать тёплое молоко от 42 градусов, то достаточно 5-6 часов. Сейчас у нас они на 5 минут сзади, но ориентируюсь я обычно по ним, если не засекаю время на телефоне. 16.39, но будет, грубо говоря, даже, видимо, на 5 минут, чуть поменьше. 16.43. И вот через 5 часов я проверю, а потом уже засниму сам результат. Вот. Ну, опять же, вот тут есть температурная таблица. Так что, пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца. У нас прошло ровно 6 часов. Я уж не стала его проверять спустя 5 часов, как первый тест для этой йогуртницы. Пусть будет 6 часов. Сейчас я открою крышечку, достану контейнер и уже дам ему остыть. Покажу, как он там вышел. Крышечку я сняла. Но еще не доставала. Вообще идет уже характерный такой кисленький аромат. Как вот... Ну, не то, чтобы у кефира или йогурта. Я не помню, как он у мацони, но именно такого кисломолочного хорошего продукта. Там, конечно же, конденсат. И завтра уже с утреца буду кушать вкусненький свежий мацони. И, соответственно, покажу вам, какой он вышел. Можно сказать, добрый день, зритель. Ну, продолжаем наш ролик. У меня пока то, пока сё. И, несмотря ни на что, моя кошка лезет в кадр. Непослушная совершенно. Смотри, сейчас мы ложечкой попробуем. А тут у нас конденсат, хоть я и вытирала перед тем, как поставить. Но все же он случился снова. Прям столовой ложкой. Можно сказать, меньше нету. На самом деле хочется просто посмотреть, как он. Я как раз не знала, что бы мне на завтрак сваять. У меня тут готовый завтрак. Прямо.